К предстоящим юбилейным событиям омские студотрядовцы подходят с особой педантичностью. На заседание Оргкомитета, в состав которого вошли представители регионального штаба, профильных ведомств, а также ректоры вузов и СУЗов, во главе с председателем комитета Татьяной Дерновой, обсудили обширную подготовку к празднованию 60-летия российских студенческих отрядов, 55-летия Омского областного студенческого отряда и 15-летия с момента его возрождения. На заседании рассказали также о работе Всероссийского информационно-консультационного центра студенческих отрядов, который помогает молодым людям ориентироваться в трудовых законах и нормативах. В преддверии юбилея Омский областной студенческий отряд выпустит книгу об истории становления движения в нашем регионе. Презентовали и медали, которые будут вручать ветеранам РСО и особо отличившимся бойцам. Кроме того, на встрече подвели промежуточные итоги трудового семестра. Этим летом 4207 омских ребят работали по 9 направлениям в 35 городах страны. Настолько эффективны наши студотрядовцы, что мы традиционно входим в тройку лидеров этого движения на территории Российской Федерации. В этом году амбициозные планы у руководителей и вообще у наших студентов забрать, скажем так, знамя победителей. Очень надеемся, что им это удастся, но мне кажется, даже те вторые места, которые мы занимали в предыдущие годы, это тоже замечательный результат. В 20-х числах октября делегация Омской области отправится в Москву на итоговый слет российских студенческих отрядов, где и будут подведены итоги завершившегося трудового семестра. Мы ведем самую крупную делегацию в России, 172 человека. Это 120 студентов, 39 ветеранов и 13 школьников, которые впервые школьные трудовые отряды принимают в всероссийском слете студенческих отрядов. Для нас задача достойно показать свой регион. Мы едем за знаменем. В Омске же главным событием юбилейного года станет региональный слет, в котором примут участие более 2000 бойцов и ветеранов студотрядовского движения. Он состоится 15 ноября в концертном зале. Субтитры создавал DimaTorzok